Всем большой привет из Прованса! Вы на канале Элина Франс. Вы меня очень часто спрашиваете, Лена, вы вообще не едите красное мясо? В семье мы едим красное мясо, но не часто, не часто. Ну, может быть, один раз в неделю, а то и один раз в две недели. Красное мясо, особенно летом, мы небольшие любители. Мужчины могут съесть и два раза в неделю, но я больше одного раза в неделю красное мясо не ем. Ну, так как-то. И я хотела показать вам цену на красное мясо. Посмотрите, здесь килограмм стоит 19,38. Ну, это хорошее красное мясо. Вот за два кусочка. Здесь у нас сколько грамм? Сейчас найду 240 грамм. Одна порция примерно 125 грамм на французских меню, поэтому тут все вывешено уже в магазинах по-французски. У меня три кусочка. Один кусочек мне пришлось разморозить. И вот эти кусочки, в принципе, нужно делать на гриле. Но я их люблю запекать в духовке. И как я запекаю? Я люблю запекать в гранатовом соке. Я предпочитаю мариновать не в уксусе, а в гранатовом соке, или в лимоне, или даже с киви. И люблю запекать такое красное мясо с грейпфрутом. Поэтому сейчас быстро я замариную. Буду использовать свой любимый рукав. Если вы не используете рукав, то можете использовать просто какую-то посуду для запекания. Можно и не использовать гранатовый сок. Можно просто использовать сок лимона, как я сказала, и добавить в зернышки граната. Я сейчас посмотрю, как я буду делать. Да, и еще забыла достать лук. Обязательно добавляю много лука. Да, если вы слышали какой-то шум, это я забыла выключить клим. Простите меня, пожалуйста. У меня всегда есть замороженные гранатовые зернышки. Я, когда покупаю гранат, чищу, чтобы не заморачиваться. Потом замораживаю. В принципе, можно поступать так со всеми. Сейчас буду сразу же вам рассказывать лайфхаки. Даже гранатовый сок я вот сколько использую. Потом, если мы его не пьем, то берем формочку для льда. Я заливаю гранатовый сок и потом замораживаю. Можно так поступать с любой жидкостью. Потом эти кубики просто использую для того, чтобы что-то готовить. Очень удобно. Поэтому сразу лучше почистить 2-3 граната и потом не заморачиваться. Это для готовки. Для еды, конечно, свежие. Мясо выкладываем на лук и гранат. Затем, да, его нужно посолить, поперчить, как вы хотите. Добавить любые специи, какие вы любите, к мясу. Я люблю добавлять тмин. И вместо соли также можно использовать соевый соус. Сверху добавляем гранат. Граната добавляйте столько, сколько вы хотите. И затем заливаем гранат. Гранат, я сказала, грейпфрут. И заливаем потом гранатовым соком. Гранатовый сок берите без сахара. Сан-сукра-жу-те по-французски. Сан-сукра-жу-те. И заливайте несколько столовых ложек. Убираем в холодильник мариноваться. Потом запекаем в рукаве, ну, наверное, примерно час. Покажу, какие средства я буду брать с собой на море, в Баркарес. Нужно уже потихоньку готовить, собирать сумки. Потому что, в принципе, не очень охота в этом году. С возрастом вообще я не знаю, как вы. Напишите в комментариях. Ну, я сумки собирать. У нас, конечно, все есть в Баркаресе. Тем более, там Кристиан с Олей живут. Там все, в принципе, есть. Но она мне дала список, чего, что заканчивается. И так как они поедут дальше, она свои средства, конечно, заберет. Хотя мы делимся всем. И я возьму с собой Урьяш 50+. В принципе, мы наносим этот крем вначале. А потом уже потихоньку мы можем загорать без крема. Ну, вот этот крем мы, в принципе, неплохой. Это крем. Да, это кажется. Это спрей. Спрей без любого запаха. И очень сильная защита. Но вначале нужно сильную защиту. Кто использует Урьяш, напишите в комментариях. Или, может, у вас какая-то другая любимая марка. Тоже пишите. Буду благодарна. Ищу что. И для лица беру свой крем, который покупала. Который вам показывала и рассказывала. Изис Фарм 50 тоже плюс. Он минеральный. Без всякой химии. Можно наносить на лицо. И идти загорать. И идти купаться. Ну и, в принципе, наверное, все. А, и после солнца я возьму русский крем. Сейчас покажу. Который мне выслала моя подруга, чтобы попробовать. Вот, кстати, в Баркаресе его и попробую. Кто использует, тоже напишите. Сейчас покажу. Еще что-то вы у меня спрашиваете. А, еще хотела вам показать. Она мне выслала попробовать. Сказала попробуй. Зубную пасту. Биокальций. И мне она понравилась. Это зубная паста. Восстановление эмали и безопасное отбеливание. Вот. Поэтому делюсь с вами. Все, что мне понравится, я буду с вами обязательно-обязательно делить. Потому что вы всегда просите в комментариях. Сейчас пойдемте. Я вам сразу же подождите минутку. А, нет, не буду уходить из ванной. Посмотрите, что у меня здесь появилось. У меня появился тазик. Да, мои хорошие. Я в первые годы вообще жила без тазика. Потому что он мне как-то не нужен был. И вот сейчас я прохожу свои курсы. Хотела с вами поделиться небольшим секретиком. Зачем мне этот тазик? Оказывается, лучшее снотворное это обливание холодной водой. Вы многие знаете. Кстати, многие обливаются холодной водой с утра для того, чтобы приобрести энергию. А нам на курсе рассказали, что когда принимаешь вечером душ, то знаете, что хорошенечко не нужно спешить, нужно расслабиться, принимать душ с водичкой, которая вам нравится, горячая, теплая, как вы хотите. Потом наливаешь в тазик воду холодную. Но осторожно, постепенно. Приучайте себя к холодной воде постепенно. Вот набираешь такой тазик. Можно использовать кувшинчик какой-нибудь. Набираешь воду. И потом, после того, как ты принял душ, быстренько только на воротниковую зону опрокидываешь так. Ох! Начинайте с водички тепленькой, постепенно холодной, холодной, холодной. И вы увидите, и вот это лучшее снотворное. И вы потом растираетесь, ложитесь спать, и вы будете спать, как ребенок, без любых снотворных. Только может быть 2 или 3% людей, которые после этого не смогут заснуть, а наоборот будут бодрствовать. Но большинство людей, даже у кого бессонница, бессонница сильная-сильная, они после этого лайфхака засыпают, спят очень глубоко. И им не нужно спать по 8 часов, им 5 часов даже иногда хватает, потому что они высыпаются. Ну, про сон мы можем говорить. Если кто-то... Ну, осторожненько, приучайте себя постепенно, приучайте. Поэтому у меня тазик, я уже обливаюсь. Ну, наверное, я не знаю, недельку обливаюсь. И мне очень нравится, засыпаю очень хорошо и высыпаюсь. Покажу вам богатство Александра. Вот он писал докторскую работу. Все у него здесь по полочкам, по полочкам, по полочкам. И вон, смотрите, какая красота. Нужно, он говорит, нужно уже половину повыбрасывать, половину повыбрасывать. Здесь он давал другу почитать свою книгу, обложку, которую вы выбрали. Это фотография моя, которую я делала в Баркаресе. Два года, наверное, или три года назад. И вот это один из его романов Александра, который многим-многим понравился. Вот, у него псевдоним Люк Контон Дестине, Ле Дестине. А вот, Аршиамонт. Поэтому, я не знаю, наверное, где-то можно ее в PDF купить, заказать и почитать. Я у него еще уточню, кому интересно. А, да, вот, бук Эдиссион. Подношу. Кому интересно, посмотрите. Может быть, на Амазоне он выставил. Я не знаю. Но мы получаем всего там несколько сантимов с каждой книжки. Поэтому мы как-то сильно не распространяем. Так, вот, что я вам хотела показать. Пантенол. Она мне сказала, возьми с собой на море. Спасибо, моя дорогая. Тут целая вера. Пенка увлажняющая после загара. В первое время, когда вдруг будут ожоги. И вообще, мне пантенол, она высылала для тела. Мне очень понравилось. Понравился. Пантенол есть там. Разные-разные у них линейки. И вот этот обязательно попробую. Не, смотрите. Мне нужно поменять. Ой, стыдно мне сейчас будет. Нужно будет поменять вот эту штучку. Я ее периодически меняю. Но все равно. У меня, когда утюжу. Ну, сами понимаете. Еще хотела что-нибудь показать. Она мне на всякий случай прислала вот такую добавочку. Не добавочку, а полисорбе. Кто использует, то напишите в комментариях. Я захотела... Мне... Даже не мне, а Оле, ее подруга из Сибири посоветовала. Когда они заболели коронавирусом, Потом, чтобы вывести все из организма, Они использовали полисорбы. Полисорбы. И... Так. Вот, смотрите. На базе кремния диоксида. Калоидный. Да. Ну, коллоид это серебро. Вообще, оно от всех микробов и болезней. Никто не говорит, конечно, про это. У нас всегда есть серебро дома. И вот полисорб, мы его еще даже не открывали. Будем беречь. Если вдруг кто-то отравится или еще что-то. И я знаю, что даже полисорбом чистят... Производят очищение организма от тяжелых металлов, от всего. Если кто-то использует, тоже напишите в комментариях. Буду очень-очень вам благодарна. Мы с Владиславом собираемся сейчас разобрать его книги и тетради. Так что я пошла работать. Мясо мое готово. Можно уже отключать. Покажу вам, что будет на гарнир. На гарнир будет рис. Я отварила рис. И также будет салатик. Что я добавила в салатик? Еще не все добавила в салат. Здесь рукола. Затем свежая морковь. Яблоко. Зеленая. И можно добавить авокадо. Просто замечательный салат получается. Обязательно попробуйте. Заправляем любым маслом. Можно заправить оливковым маслом. Можно заправить ореховым маслом. Тыквенные семечки. Всегда, когда будете заправлять, разное масло будет давать различный вкус. Соль, перец. По вкусу, если хотите, добавить какие-то приправы. Очень хорошо к моркови кумин. Можно также сделать свой соус. Соус из авокадо подходит сюда. Замечательно. Есть на канале соус из авокадо. Вообще, если хотите изменить немного салаты, то сделайте соус из авокадо. Делается очень просто. На базе апельсинового сока и авокадо. Есть еще один рецепт, который, если захотите, я вам дам там с растительным маслом авокадо. И можно в этот салат, если не хотите добавлять авокадо, или вам авокадо сильно дорого, то можно добавить, скажу вам по секрету, авокадо не очень сочетается с белками. Но не буду открывать все секреты. Но можно сюда добавить чуть-чуть замороженной ягоды, как я всегда добавляю. Например, клюквы, брусники или красной смородины. И будет вот такой замечательный обед и ужин у кого что. Разрезала кусочек мяса, чтобы вам показать. Мясо получается очень-очень нежное. И знаете, как будто вы его замариновали в красном вине. Но вот именно в гранатовом соке можно всем и детям, и взрослым. Поэтому обязательно попробуйте. И я надеюсь, что такой рецепт вам понравится. Всем приятного аппетита! Влад говорит, додо, от такой жары он не изнемогает на кровати. Да, Шири, затрошу. Вот, сейчас будем разбирать. У него вот это, весь рюкзак. Он говорит, постираем мне рюкзак. Рюкзак, правильно произносить-то уж по-русски забыл. И вы меня ругаете, конечно, за русские слова. Кто-то даже, знаете, написал под видео, ты насручишь французскому языку, выучи лучше русский. Так вы русский-то лучше меня знаете. А зачем я вас буду? Так что французский Александр вас учит, а не я. Поэтому, ну зачем писать такие комментарии. Ладно, сейчас мы разберем сумку и разберем вот эти все тетради. Но он сказал, много выбрасывать нельзя. Потому что, потому что у него будут экзамены в конце следующего года. Ему нужно все будет. Так, а книги он все сдал. Книги он все сдал. Все пустенько. Удалось нам перебрать немного тетради. Вот это на выброс. Вот это все он сказал, нужно сохранить. У меня сын настоящий француз. Скажу я вам по секрету. Французы вообще копят все. Многие, не все, конечно, но копят все. И вот он, с ним невозможно ничего перебирать. Потому что он говорит, это мне оставь. Это мне пригодится. Это мне нужно. Это еще что-то. И вообще нужно все без него. Без него. Ну а без него невозможно, потому что он потом будет что-то искать. И нервничать. Вот это он все сказал, нужно сохранить. Потому что на следующий год экзамены и вдруг что-то пригодится. Вот эта стопка с прошлого года. Этого с этого года. И здесь он говорит, еще бы мне кое-что оставить. Я не знаю, как у вас, напишите в комментариях. Но вот мой сын, еще тот плюшкин, он не выбросит ни одну бумажку. Я совершенно не такая. Вот вы скажете, у него пустенькая. Но если ему, я ему, конечно, позволяю, если я даже не буду открывать его ящички. Потому что там все что угодно. А вот. Буду ждать в ваших комментариях, какие у вас детки. Тоже плюшкины. Или нет. Он мне там помогает. Будет пыль протирать. Чао.